Доброго времени суток, друзья! С вами снова программа Cultural Dot, которая выходит на канале Тэма Норт и которую мы снимаем на студии Marula Production. Как всегда, у нас в гостях интересный человек, деятель культуры, с которым можно провести хороший разговор и о котором, который многое может рассказать и о себе, и о культурной жизни, которая происходит не только у нас в Бельсах, но и, пожалуй, в Молдавии и за ее пределом. Но прежде чем я его представлю, маленький сюжет о нем покажу. Хочу напомнить, что первые четыре, которые наберут на нашем канале в Ютубе, в наших соцсетях гостям, которые были у нас в гостях в нашей программе, наберут больше всего просмотров, попадут в итоговую одиннадцатую программу программы Cultural Dot, Тавтология. Но, тем не менее, могу себе это позволить. Программа у нас не о политике, не о социалке, а все-таки о культуре и о каком-то таком движении. Итак, мой сегодняшний гость. Смотрим. Чемприан Рачиле. Режиссер, певец, ведущий актер Национального театра имени Василий Александрий и заслуженный артист Республики Молдова. К актерскому искусству стал приобщаться еще в раннем детстве. Как говорит сам Чемприан, на сцене нельзя играть, на сцене надо жить. За его плечами выступления на сценах не только Молдовы, но и России, Румынии и других стран. Также он является участником популярного коллектива «Нобельбенд». Сегодня в гостях у нас и у меня лично в передаче «Културал Дот» Чемприан Речиле. Чемприан, здравствуй. Привет. Очень давно хотел тебя пригласить в свою программу. Наконец-то звезды на небе сошлись, парад планет, я уже не знаю, что. Чемприан, сразу традиционный вопрос. Я думаю, что мы не отходим от традиции. С чего все начиналось? Ты человек, ну как знаешь про людей, которые играют на многих инструментах, говорят, человек – оркестр. Ты человек – культура. Ты и поешь, ты и в театре играешь, и еще много чем занимаешься. С чего однажды, как звезды сошли, что ты решил все-таки пойти не на бокс, не на футбол, а решил заняться театром, творчеством и всем таким? Ну, во-первых, здравствуйте. Да это все сошлось, наверное, когда я родился. И мама, и папа были в театре, они закончили вместе университет, Кишиневский университет искусства. То есть они сразу были актерами. Мама через много лет, ну как там много лет, она поняла, что театр все-таки это не ее, потому что все-таки театр – это такая машина, которая съедает тебя. И если тебе не хватит характера, или ты не хочешь терпеть всю эту кухню, всю жизнь, она все-таки решила стать учителем. И стала лучшим учителем начальных классов в Молдавии. Они оба были на сцене. Папа мой всю жизнь был на сцене. Он был 27 лет директором нашего национального театра. Да, это одна из таких личностей в нашем городе очень известной. Да. Получилось так, что они оба очень сильно воевали против того, чтобы я стал актером. То есть не хотели, чтобы ты пошел поездовому? Нет, 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 они очень не хотели. Даже когда я выступал в 11 классе, то есть у меня уже были такие хорошие задатки актерские, я чувствовал, потому что я видел их с малых лет. Кстати, первую свою роль я сыграл в 5 лет в национальном театре. Я играл с такими титанами, как Виктор Чутак, Венемин Апостол, Волонтир. Они все были на сцене. Имена. Да, да, да. Это были титаны нашего театра. Я играл, кстати, со своей женой, с Ириной и с Василием Пуевым. У нас там была такая сценка. Я помню, нас специально на машине везли в Кишинев на гастроли, потому что со стобусом нас не хотели брать, потому что это грустно с нами ездить. В 11 классе я уже был, ну, у меня уже вины были такие хорошие таланты актерские. Но папа мой, когда пришел, кстати, он для меня всегда был абсолютно самым шикарным жюри, то есть он... Беспристрастный сам. Да, он должен был поставить диагноз последний, то есть это хорошо или это плохо. Вот маленького, точнее, а делал ли он тебе поблажки? Никогда. Никогда и ни за что. Даже когда я уже был в театре, даже я уже стал самым молодым заслуженным артистом Молдавии. Никогда. Я не знаю, мой отец, наверное, по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Он всегда боялся вот этого, чтобы... Не то, что боялся, он не хотел, чтобы люди говорили, что вот, это его сын, и поэтому он... Я всегда работал в два раза больше остальных. Я в два раза больше должен был читать, я в два раза больше должен был делать все. А после школы меня сразу определили на информатику и английский, где я отучился четыре года. Это не близкий к актерству. Хотя, может быть, тоже в своем роде, может быть, важные вещи, но от актерства как-то далеко. Ну, это вообще не... То есть, я очень хорошо знаю английский, я знал его и тогда, но там было столько математики, что для меня это было так грустно, что я приходил на эти лекции просто... Некоторые профессора, царствие ему небесное, Штефаницы, был неимоверный профессор, он приходил и час двадцать, он без никакого конспекта, он читал нам лекции. Это был такой человек, он... Фанат своего дела. Да, он знал и Минеску с одного конца до другого, он знал Ломоносова, он... Ну, это был человек-компьютер. И на экзамене после второго курса или после третьего я пришел на экзамен, но я... Баран бараном. Ну, это не мое было. Тоже могу просто подтвердить твои слова и подписаться, подскажем, что он... Я до сих пор не понимаю, как из буквы получается цифра, вот, блядь, сто процентов. Нам, гуманитариям, это, наверное, ну, не должно. И он тогда на экзамене перед всей аудиторией сказал мне, так, доустрофи де лимбануастры. Ну, я их ему прочитал, он такой, восьмерка. Ну, он чувствовал, что я так и не закончу этот факультет, потому что он знал, что во мне много актерского рвения. Ну, и так получилось, что после четвертого курса я летом сам забрал документы и сам их сразу же подал на актерское. И так получилось, что на первое сентября, когда мой отец, который был как шефный курс, он вел наш курс, он когда позвал всех учеников, которые записались на актерское, тут появился и я. Он, конечно, был в шоке. Мы пришли домой и начали какие-то там дискуссии, но он понял, что уже некуда бежать, потому что я уже был там полностью. То есть, и в три шкуры драл. Да. И, ну, это было очень сложно поначалу. Я попал в один спектакль «Миллионарус рак», где режиссером был маэстро Пензаро, а у меня еще не было школы, у меня еще не было таких навыков, профессионализма еще не было. И это был первый удар, когда меня выгнали со спектакля. То есть, я отыграл три репетиции, я не знал, как поворачиваться, я не знал, что мне нельзя заслонять актера, я не знал то, я не знал то. И он просто отказался от меня и поставил другого человека на роль. Это для меня был абсолютный шок. Я, то есть, ну, в один момент у меня для меня просто рухнул мир. Да, то есть, я такой весь талантливый. И тут, хоп, мне сказали, нет, ты вообще не талантливый. Потому что я никогда не поверил, что только талант. Везде и в любом искусстве это неимоверный труд, чтобы понять все вот эти... Многие этого не понимают. Потому что я думаю, что если ты вышел на сцену, скривил рожу, и все, ты уже артист. Нет, такого не бывает. Скажи, вот перед тем, как мы начали эту программу, мы смотрели один спектакль. Давай нашим зрителям покажем кусочек, где ты играешь. Ну, на мой взгляд, помимо знаменитых имен, которые известны были на Советский Союз, в нашем городе очень ценится твой отец, Анатолий Рычилов, который был директором театра, успешным директором, отличным актером. Давай покажем кусочек из спектакля, где ты играешь с ним. Друзья, смотрим. Да, я измонировал. Много, я да. Но это реально. Да, это. Картон! 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 Шашистый! Шашистый! Что, как и всё... Шашистый! Дома, и больше не берем. Картон! Я разговариваю! Этру флориле, астерня, Этру еле я вам пришла здесь. Суне лунаKE августой, сутенье суту, сутенье, София, кстати, от термина с утро и газу унс, призначился филиер. И еще. Кинни, ел? Скажи, каково играть со своим отцом на одной сцене и при этом какие эмоции были после? Что тебе отец сказал после этого спектакля? Ну, это был не первый мой спектакль, как режиссер. Ты был режиссером этого? Да, я режиссер этого спектакля. Спектакль называется «Букету». Получилось так, что мы сначала поступили на актерское, потом через год пришли 12 мест бюджетных на режиссуру. И уже мой курс закончил режиссерское. То есть у меня был мой дипломный спектакль, там еще парочку спектаклей и уже этот именно спектакль «Букету». Сама идея этого спектакля получилась из музыки. Все-таки музыка всегда присутствовала. Да. Я выбрал на тот момент самые популярные, самые трендовые мелодии. Там у меня и «Pussycat Dolls» и «Justine Timberland». То есть у меня… Это начало двухтысячных. Да, у меня там все самые модные на тот момент. И я очень хотел, чтобы это все строилось на флешмобах. И пьеса уже сама появилась уже на вот эту идею. То есть, получается, модные тренды того времени, то есть они были собраны… Да. Ну, знаете, мы всегда боремся с того, чтобы как-то привлечь молодежь в театр. Как-то, чтобы они не сидели в этих дворах или под тем же театром и курили. Да. Но, если честно, у него всегда был такой хороший ключик к молодежи. Потому что там реально была хорошая тусовка. У нас тогда в театре было очень много молодежи, и мы… Вот я хотел это подметить, извините, что переведу, что действительно при Анатолии Рычиеве всегда молодых актеров в театре было очень достаточно много. То есть можно сказать, что он давал дорогу молодых и вытаскивал их из небытия? Я буду так говорить. Тут получилось так, что у нас… Мы дошли в один момент, что у нас не было актеров. У нас молодых не было вообще. И тогда моему отцу Думитру Гречук, который был директор-артистик, им пришла идея при нашем факультете, при нашем университете Олегу Руссо, при факультете музыки, открыть театральную группу. Они же преподавали, то есть Думитрий Гречук преподавал актерское мастерство, отец мой импровизацию, там Виталий Тодираш покойный, царство ему небесное, он преподавал сценическую речь. И вот из этих профессионалов, то есть, произошло пять курсов. И поэтому… Пять выпусков? Да, потому что мы брали только раз в четыре года. То есть, первый курс – это был огромный курс, там было 16 человек, очень безумно талантливых. То есть, сейчас… 16 человек – это огромный курс? Да, для актерского… Для нас, может быть, для нас, для Бельц, для Молдавии это огромный, да? Да нет, вот даже для актерской группы это очень много, потому что даже в Москве, когда вот набирают, например, там в группе их 30 человек, заканчивает университет максимум 12-15. Ну, вот видишь, насколько я в этом не сведущий. Кстати, директор вот сейчас Вонолина Танас-Бурлаку, она студент моего отца, то есть, этого первого курса, она уже директор нашего национального театра. И у нас уже… И получилось так, что было второй курс, третий, четыре… Да, четыре или пять курсов, что-то в этом жанре. И вот это у нас дополнило. Но сейчас опять же, очень многие из-за этих маленьких зарплат все уходят, уезжают и ищут себе какие-то новые. Поэтому на данный момент… Но тогда, когда я ставил вот этот спектакль, это было… Там у нас было хорошо молодежи. У нас было где-то 20 человек, 22-24 танцора на сцене. Это было круто. А как с папой играть? Ну, с папой всегда было интересно играть. Папа, у меня… С ним ставить спектакль очень сложно. Потому что… Каждого свой взгляд. Я все-таки личность. Я хочу, чтобы этот спектакль выглядел так. Он знает, что он мой отец и огромная личность. И он хочет, чтобы это было так. Очень часто даже наши актеры просто убегали со сцены, потому что там начиналась такая перепалка шикарная. Ну, красиво, не без там руганий или что-то. Но, опять же, мы когда начинали объяснять, почему я так хочу, почему он так хочет… Эмоции зашли. Да, там крики. А, ты не понимаешь, я хочу тебе объяснить. А с ним играть очень легко на сцене. Я и себе всю жизнь желал, чтобы мои коллеги говорили, что со мной легко. Потому что с ним он всегда дает. В актерском мастерстве, в актерской работе. Если твой партнер о тебе не думает, и он тебе не дает, тебе будет очень сложно, чтобы как-то держать. В самом слове «партнер» должно уже одновременно. То есть это коллективное творчество. Это не может быть, что я играю, а ты отдыхаешь. Нет. Либо работаем вместе, либо нет. Это супер. Ну вот скажи, все-таки в последнее время, к сожалению, наверное, вот я как музыкант, рок-музыкант, вижу, что многие молодежь перестают заниматься роком, перестают заниматься музыкой. И общаясь со своими знакомыми из других сфер, из того же театра, что молодежь сейчас чаще всего эмигрирует. Сколько имен мы тоже потеряли, и кто уехал в Румынию, кто уехал в Российскую Федерацию. Скажи, вот все-таки, насколько сейчас молодежи интересно идти в эту профессию? Я не знаю, как тебе объяснить. То есть желающих, я так знаю, что их много. Но опять же, они пойдут в Кишинев, потому что там 4-5-6 театров, где я могу после факультета работать в одном театре, у меня с другим театром контракт, я могу сниматься в какой-то рекламе, я могу, может быть, на какой-то кастинг фильма попасть. У нас, к сожалению, наш единственный театр, да, зарплаты не такие, что я себе могу позволить. Тем более, у нас сейчас по закону там какая-то такая неувязочка, потому что мы сейчас говорили с министром по счет этого дела. То есть молодой артист, который приходит в театр, у него меньше, чем у всех зарплата. А ему надо как-то, потому что у него квартиры в Бельцах нету, ему надо оплачивать там коммуналку, надо оплачивать еще и аренду квартиры. И там этот, мы сказали, что не будем ссуваться в политику, но там есть вот такой маленький закон, что сколько проработал. И поэтому у него нету стажа, и он получает очень мизерную. Хотя я считаю, что к искусству это не должно относиться, потому что он, если мы его загримируем, он старика сможет играть, а старик молодого жениха. Ну да. И в этом и весь смысл. Ну я не знаю, сейчас вроде бы ведутся. Опять же, очень сложно им приходить сюда в Бельце, потому что у нас нет перспектив как таковых. То есть у тебя есть, да, гарантированная работа в театре, но у тебя нету такого, у нас буквально все в театре работают где-то на второй работе, где-то подрабатывают, где-то какие-то свадьбы, где-то какие-то клоуны, где-то какая-то музыка, где-то, ну то есть во всех… Близких к профессии. Да, да, то есть очень сложно их удержать, потому что у нас были молодежь, которая приходила, начинала работать в театре, и буквально через год они были вынуждены уйти, потому что там уже появляется семья, там какой-то ребенок, и ты понимаешь, что на твои четыре или четыре с половиной тысячи тебе просто не прокормить семей. Хорошо, не будем, да, мы немножко такую грустную, конечно, тему затронул. Давай лучше поговорим о тебе. Ты ведь играл не только в нашем Бельском театре. У тебя послужной список, начиная от Российской Федерации, заканчивая Бухарестом, насколько я знаю. Расскажи, вот мне интересна одна вещь, мы вернемся к тому, где был… Но интереснее, где играть, все-таки на постсоветском пространстве или все-таки для европейского, того же румынского зрителя? Скажу по себе, что я выступал тоже с группой и в Молдове, и в Российской Федерации, и в Румынии. Везде по-своему. Но то, как встречали нас в Румынии, то, как приходили люди, реагировали на наше творчество, мне больше понравилось. У них своеобразно очень… И оно как-то возбуждает к тому, чтобы… побуждает к тому, чтобы творить дальше. У тебя в этом опыте, то есть где интереснее, где, может быть, есть какая-то своя специфика? Ну, это абсолютно две разные школы искусств, то есть, говоря о России, говоря о Румынии. То есть, да, в Румынии, когда ты идешь какой-то пьесой, они слушают текст, они любят слушать текст, они… Они каждое твое слово ловят, они тебя встречают как Бога. Да, если… Они видят, это ты профессионал, этот профессионализм. Плюс ко всему они обожают русскую школу театра Станиславского, потому что они… Большинство у них все-таки это… Более такую французскую школу, школу театра. Ага. И поэтому для них… Тоже сильная? Нет, очень сильная школа, у них очень великие актеры, очень шикарно все, но для них, то есть, мы работаем немножко по-другому. Поэтому мы, когда приходим к ним, они нас… Ну, они в шоке от того, что они видят на сцене, потому что мы живем вот в этом… По школе Станиславского, ты… Должен, да, не верю. Да, ты живешь в этом, ты этот… Это твой персонаж. А у них немного нет, у них немножко в другую степь. Ну, и в России я… В России очень сложно играть. Ну, вообще, Москва – это такой город, где они избалованы. Да, город тысячи культур. Да, у них, во-первых, есть эти неимоверное количество театров, великих актеров, то есть, и их уже чем-то удивить… Это так уж… Надо постараться. Да. Когда я был на первых курс… Первый раз, когда я поехал на курсы повышения квалификации как режиссер, мы полетели в Душамбе, в Таджикистан. В Таджикистан. И нам преподавал Бородин, главный режиссер Малого театра. Мы там все просто в шоке. То есть, у нас было из 13 стран – Армения, Грузия, Кыргызия. Ну, короче, все… Все по советскому страшному. Да, да, абсолютно. Белоруссия… Я там, кстати… Я обожал, потому что у нас было уйма друзей. И… Когда он нам преподавал, и когда он начал относиться, потому что многие относятся к молдаванам, ну, все, понятно. Ну, молдаван и все. Но когда я уже показал ему на последних курсах, что я умею, как я все построил, потому что он меня поставил режиссером там на Вишневом саду, начало спектакля. И я сыграл Лопахина, и он в конце. Ну, молдаванчик. Я такой, ну, не молдаванчик, а у меня такое хорошее имя. Я его так люблю. И он быстренько по списку. Ага, Чаприан. Все. И уже после этого мы встречались через год, через два года. И на второй год, когда мы попали уже в Малый театр, потому что фестиваль проходил в Москве, он остался у всех, кто когда увидел меня и пришел. Молдаванчик, чипа ты мой. Это было очень приятно, потому что, когда… Если такому человеку ты понравился как профессионал, как артист, то есть это многого значит. Много. Программа у нас по чуть-чуть, по чуть-чуть идет к концу. Давай покажем твое выступление в театре, но где ты поешь. И перейдем к другой твоей стихии, в которой в Бельсах тебя знают очень-очень хорошо. Давайте посмотрим. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, мне умереть, любовь. Не хочу, мне умереть, ах, любовь. Не хочу, мне умереть, любовь. Это я попозже двое действия, я покажу. Вокальные данные. И ты сейчас являешься одним из участников нашего коллектива бельского, Nobel Band. Мишу Быку мы тоже пригласили в нашу программу, надеюсь, что он скоро появится, но все-таки это уже эстрада, это уже ближе, наверное, ко мне люди поют. Как ты начал петь и как ты себя чувствуешь? Не скучаешь ли ты по актерскому или же это все, наоборот, тебе помогает на эстраде? Ну да, мне на сцене, сейчас, когда я уже пою, я, наверное, чувствую себя по-другому, потому что все-таки сцена моя стихия, даже если я пою или нет. У меня как таковы вокальных, там, я не знаю, 84 октавы или что-то в этом жанре, у меня этого нет. Что, в чем мой плюс, это мое актерское мастерство. Как я это начал? Я начал петь в театре, я начал петь в театре, потому что мы записывали всегда мелодии, но я всегда пел в характере, в характере своего персонажа. Я пел за чертика, за ангела, за какого-то ученика, даже пел за дракона. То есть, и как-то все надо было под свой этот... Да, да, везде нужно свой... Да, то, что вы сейчас видели, это песня из спектакля в режиссуре моего отца Анатолова Рачилла «Тырфа де Марц», написанная пьеса Георгия Коломанчук. Это выступление, кстати, было в Палату Национал на последнем юбилее Анатолова Думитраша. Мы были очень хорошими друзьями, он меня тогда пригласил. Это, кстати, был первый мой выход на такую огромную сцену. Да, это было очень... огромные эмоции. Плюс ко всему, я еще тогда не пел... Да, я мог там спеть, у меня были в репертуаре какие-то песни, которые я... Так, любительская. Да, 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 то есть профессионально я никогда не думал, что я начну заниматься этим делом. Это произошло 4 года назад, когда Миша, который является и моим кумом, он просто подошел ко мне. Ты не хочешь попробовать? Ну, для меня как-то это было глупо даже думать об этом. То есть у него там такие диапазоны, столько октав, поет и за бас, и за баритоны, и за тенор, и за все, что хочешь. И тут я какой-то что-то. Миша, я не знаю, он такой, ты не переживай, я тебе найду твою лазейку, что ты будешь петь. И так и получилось. Он реально нашел для меня такие песни, где я специфически моему голосу пою. И я точно уверен, что как я сейчас пою, я не знаю, если кто-то сможет эти вещи сделать. Поначалу это было сложно. Это было очень сложно. Я в этих нотах вообще не разбираюсь. Они мне приносили ноты. Я такой, не, не, не. Я тоже до сих пор, это китайская игра. Давайте вы меня напоете, я вам сделаю, скопирую. У меня копирка хорошо работает, но чтобы я вам читал ноты, даже пару раз мы записывались для нашего центра культуры и молодежи, и там Оля Березовская, она мегапрофессионал в этих нотах, она мне показывает, и ты такой, я тебя прошу, не давай мне это. Я это не умею, я это не знаю. Ты пой, я подпою. Ну вот скажи, в Нобельбенде все-таки это явление местечкового характера, или все-таки вы думаете что-то делать больше, выше, сильнее? Ну почему? Это уже давно не местного характера, то есть мы уже давно выступаем в Румынии. У нас есть наш обожаемый город Роман, где нас абсолютно все знают, и они нас всегда ждут, и они, это из-за вот этой пандемии, которая нам закрыла всю жизнь. Это проклятие на все человечество. Мы минимум 4-5 раз в год мы были там. Мы поем в Ясах, мы пели в Барселоне. Мы пели в Барселоне. Даст бог, если сейчас откроется этим. Мы в этом году, есть такой план, что мы в апреле должны спеть в Англии. Супер. Да, в Шотландии. Потом у нас на лето обязательный концерт тоже в Барселоне. У нас там наш очень хороший друг, он нас приглашает уже несколько лет, но из-за этой пандемии никак не получалось. И опять же в Румынии. У нас опять же огромные планы на этот год. Первый раз какой-то такой мега-концерт, но я не буду о нем говорить, потому что это секрет, абсолютно большой секрет. Мы сейчас над этим работаем. Но если это получится, это будет первый раз в Бельцах что-то такое. В Бельцах, на севере Молдавии. Потому что у нас как-то привыкли, что все такое масштабное, шикарное происходит где-то в Кишиневе. Или организовывается именно Кишиневым. Но я считаю, у нас уйма очень талантливых людей, которых просто... Меня даже иногда, когда у нас организовывались концерты в центре, всегда они как-то делали, что... Наших на разогрев. Да, да. И потом приезжали какие-то кишиневцы. И когда получилось так, что я вышел, кстати, с Эдуардом Центю, который у вас был. Да, да, Эдик. Да, и слави ко мне гары, там... Ну это монстры. Да, там титаны, музыки. Мы вышли на День города. Тогда и мы спели 40 минут. И господин Григорьевичин тогда был еще не примарем, а был вице-примарем. Он подошел и такой, пацаны, я что-то не понял. А что я позвал вот этих, которые после вас? Потому что у них такой бледный вид. Потому что... Не привыкли видеть в наших. Да, да, да. И поэтому мы все-таки взяли в этом году организовать что-то такое именно масштабное. Именно пригласить друзей. Да, из Кишинева, может быть, будут какие-то люди. Но это будут наши друзья, которые приедут просто на... Не хедлайнер. Нет, не то, что там я прихожу, потому что я там не знаю, куда попал, и мне надо денежку заплатить. Нет. Мы хотим сделать такой, я даже не знаю, как это назвать, огромный концерт, где будут люди приходить, отдыхать и чувствовать себя классно. Ну что ж, это супер. Я надеюсь, что это все осуществится. Что это в скором времени, и что мы об этом сделаем репортаж. Ну и в конце кратко, совсем очень чуть-чуть, потому что программа подходит к концу. Твое пожелание тем молодым людям, которые решат себя связать с этой профессией. С профессией актера. Ну профессия актера, я даже сказал бы, что это не профессия, это болезнь. Если ты болен этой болезнью, и если ты чувствуешь, что ты без нее не сможешь, тогда тебе стоит начинать работать в этой сфере. Потому что из нее нельзя ждать денег, машин, самолетов или что-то в этом жанре. Это ты заработаешь, да. Но если ты полюбишь конкретно эту профессию, она тебе даст очень много в этой жизни. Меня иногда спрашивали, ну вот у вас маленькая зарплата или что-то в этом жанре. Я никогда не перестану говорить, что я никогда не пожалею, что я выбрал свою профессию. Потому что я свою профессию очень хорошо умею делать. И когда я выхожу на сцену, я себя чувствую просто шикарно. То, что ты чувствуешь в момент, когда поднимается занавес, это не передать никакими словами. Это не передать ни словами, ни в письменном виде, не знаю как. Можно, наверное, в музыке как-то, музыкально это можно. Потому что это такой фонтан эмоций. Я буду всю жизнь помнить, как я первый раз вышел на сцену, и я дрожал вот так. И когда поднялся занавес, у меня было так, хоп, все прошло. Потому что я знал, что я должен сыграть спектакль. Сегодня в программе Cultural Dot был Чиприан Рачиле. Человек, который приходит в театр не работать, а болеть своей профессией. Чиприан, большое спасибо. Я надеюсь, что первый, но не последний раз мы с тобой встречаемся. Согласен. Для интервью. Согласен. Большое спасибо. Это была программа Cultural Dot на канале ТВ Норд, которую мы снимаем на студии Marula Production. Оставайтесь с нами. До скорых встреч, друзья. Пока. Ну как? Секрой. Ну, про воду. Ну так. Все, тогда я думаю, что можно покурить спокойно. Легко. Ну так. Секрой. Секрой. Любой. Секрой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok